МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А прежде всего, собираясь в лес куда-то, вы должны предупредить своих родственников, каких-то друзей о том, что вы собираетесь. Желательно уточнить примерное место, где вы будете находиться. Алло, мама, я пошла по грибы. Это основной набор необходимых предметов, которые стоит с собой брать, если вы уходите в лес. Это все самое-самое необходимое, что поможет вам продержаться хотя бы сутки, если вы вдруг все-таки заблудились. Нож для грибов, вода, репелленты. Для грибника это самый привычный инвентарь. Да, обязательно берем с собой небольшой перекус. Это могут быть какие-то сухпайки, какие-то каши. Но очень важно с собой взять также что-то сладкое. Например, это шоколад, это какие-то орешки, потому что у них очень большая энергетическая ценность. И, соответственно, даже на таком небольшом перекусе вы сможете продержаться какое-то время без проблем. Зажигалку и спички плотно запаковываем в полиэтилен, чтобы не отсырели. Подскажите, зачем свисток? Свисток нужен для того, чтобы подавать сигнал звуковой, если вы заблудились. Для телефона возьмите портативную зарядку. Ее вам хватит, чтобы продержать аппарат рабочим несколько часов. Только не растрачивайте заряд впустую. А вот тогда подскажите, кому звонить в первую очередь? В первую очередь звоним не родственникам, не друзьям. Звоним 112. Итак, что же делать, если вы все-таки потерялись? Первое и самое главное – повторяйте про себя фразу из любимого мультика про Карлсона. Спокойствие, только спокойствие. Если вы в какой-то момент понимаете, что заблудились, в первую очередь нужно остановиться и остаться там, где вы есть. То есть никуда идти не стоит. Не надо предпринимать попыток самостоятельного выхода из леса. Потому что будет достаточно долго, и выход, если он даже и рядом, люди теряются и просто не находят. Конечно же, нужно не забыть с собой взять дождевик. Желательно, чтобы это был яркий дождевик. В любом случае, вас должны заметить, если вы потерялись. То есть камуфляжная одежда для этого не подходит. Потому что у нас грибники как привыкли, одеваются как охотники, чтобы максимально быть незаметными в лесу. Таким образом, шансы найти просто уменьшаются. Обязательно надо не забывать о ярких элементах. То есть это должен быть либо рюкзак очень яркого цвета, там, желательно, такого уже примерно кислотного, либо какой-то жилет поверх вашей камуфляжной одежды. То есть что-то сигнальное, что позволит вас заметить, увидеть в лесу издалека. Такие яркие элементы помогут вам и при нежданной встрече с медведем. Если вы увидели Таптыгина, то покажите, что вы тоже не маленький. Распахните дождевик, это поможет его отпугнуть. Если ты встретил медведя в лесу, в первую очередь не паниковать, не убегать, ни в коем случае не делать резких движений. Потому что медведь-хищник, и ваш побег его просто спровоцирует. Ну вот видите, и сразу же грибы пошли. Главное быть подготовленным и всегда во всеоружии.